эта история началась еще когда мне было лет 16 17 я начал стричь сам себя я купил пластмассовую машинку которая кое-как можно постичь волосы постригся по две насадки потом по 3 потом под 5 и так начал стричь себя друзей 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 ну в принципе мне кажется мало людей с детства знают чем они хотят заниматься почему я стал барбером я выбрал эту профессию было много скандалов в семье то есть никто не понимал мой выбор то есть все считали что профессия недостойны мужчины но в принципе я стал парикмахером в принципе доказал всем обратно когда-то давно в девятом классе я посмотрел фильм не шутите зоханов про израильского спецагента который мечтал быть парикмахером и это меня сподвигло на мысль может попробовать быть парикмахером какой-то момент я понял что у меня получается людям это нравится и в принципе можно продолжать не стыдно не стыдно показывает свою работу кроме того что зарабатываю здесь деньги я общаюсь с интересными людьми питаюсь от них энергии наверное и наслаждаюсь всем этим благодаря крутому коллективу крутой команде когда я впервые попала в барбершоп на самом деле это был первый барбершоп в моей жизни вообще в которой я попала поэтому впечатление у меня были такие сразу очень разные но приятные интересно наблюдать когда человек приходит первый раз вообще данный скажем направление то есть люди это с опаской от нас скорее можно увидеть того человека который первый раз попал в мужскую парикмахерскую это человек который не знает как ухаживать за своими волосами не знает что такое укладка он думает что укладка это полтора часа с утра и полтора часа вечером когда присутствует в парикмахерской там данном случае барбершопе одни мужчины то они себя более комфортно чувствует они могут общаться на какие-то сокровенные темы хорошая стрижка это та стрижка которая через месяц все еще остается хорошей стрижкой которая только отросла но в принципе она держит форму она выглядит хорошо и приемлемо все должно быть гармонично идеально лежать волосы должен быть целостный образ то есть который просто смотрел и влюбился прежде всего прическа должна быть удобной плюс ко всему это должно сочетаться с образом жизни человека для меня хорошо сделанная работа это когда клиент уходит довольный и когда клиент кроме денег оставляет похвалу достал развиваться это направление на самом деле я тогда работал более классическом направлении я не думал что это как-то закатит здесь ну бродобрейство это же прямо историческое ремесло и мне очень нравится то что в минске это дошло для беларуси неестественно когда есть профессия который передается с поколения в поколение это что сейчас у нас появилось бродобрейство это очень здорово потому что я к этому отношусь даже больше с исторической точки зрения и то что чем продвигает эту профессию это очень здорово ну я бы не сказал что это все пропадало куда ты давным-давно потому что я начинал работать с мастерами которые в этом деле уже не один и даже не два десятка лет люди сюда которые приходят к нам это мужчины красивые и смотреть весь день на только приводит в порядок красивых мужчин очень приятно иногда они садятся по кресло мастера потом подходят чтобы рассчитаться и я их не узнаю и это для меня всегда просто парадоксально насколько можно понять человека даже через месяц наша стрижка выглядит хорошо и непонятно человек просто зарос либо у него такой стиль самое главное я думаю в нашей профессии когда ты можешь выражать себя можешь выражать свои какие-то идеи воплощается на головах клиентов первые то минуты общения на то есть когда просто своей тусовка своя компания то есть и человек потихонечку потихонечку просто расслабляется и просто уже общаешься уровне как друзья я считаю что в чопе уютно для меня я человек люблю любящий комфорт во всем в общении с людьми на работе в жизни во всем и мне кажется наша атмосфера это уют и тот самый комфорт ну атмосфера в чопе для меня это прежде всего не принужденная практически даже домашняя атмосфера потому что мы здесь проводим очень много времени и та музыка например которая играет это та музыка которая нравится нам и ну каждый здесь чувствует себя как дома я имею до мастеров администраторов а те кто приходит постричься они невольно эту атмосферу чувствуют и мне кажется располагает расслабляет какая атмосфера в чопе первую очередь конечно дружелюбное на этом мы делаем акцент ну и и самый наверное важный аспект это ну качество стрижки понятно барбер как как я это вижу какие-то понимаю во первых что самое важное это профессионал своего дела то есть это узконаправленный специалист мастера которые у нас работают все абсолютно разные каждый из них это отдельная личность индивидуальность с абсолютно своими разными интересами люди люди наши клиенты то есть как допустим карточки нашей да там написано человек а соответственно и люди наши абсолютно разное начиная от каких-то руководящих должностей заканчивая просто ребятами студентами и те люди которых я стригу занимаются очень разными в разных сферах деятельности но они все мужчины периодически мы устраиваем различные вечеринки они все очень непохожая одна на одну вечеринки не сюда рожу всегда то есть одна на другую не похоже но есть всегда общее что своя компания общения то есть весело здорово то есть но они для меня уже но стали просто друзьями они сотрудниками работниками и коллегами вот поэтому когда ты приходишь сюда понятно ты приходишь к друзьям в любимую атмосферу как можно сказать к себе домой мы работаем без выходных с 10 до 10 соответственно надо как-то отдыхать и мастера работают разные смены они между собой мало общаются то есть это тоже повод такой всех собрать плюс это вариант какого-то team building и единения еще можно позвать туда клиентов пообщаться с ними показать какие мы в обычной жизни когда не стрижем работаем для мы можем вести себя еще более ростковно чем обычно не придерживаться каких-то рабочих рамок мы приглашаем клиентов и клиентам ты можешь вдоль наговориться потому что это время слишком но не совсем и хватает времени чтобы что-то обсудить там побутать просто но насладиться общением а так мы одна тусовка то есть одна команда в принципе соображаем примерно одинаково просто указывается и какие-то интересные у нас есть один вообще интерес который объединяет я наверное я испытываю самое сильное чувство которое путают люди это чувство здравого энтузиазма испытываю кайф для ними меня чоп-чоп это не просто работа чуть больше чем работа ну чоп-чоп для меня прежде первую очередь это любимейшая обожаемая работа которую я безумно люблю я сейчас даже себе не могу представить чем бы я еще могла заниматься я узнал о чоп-чопе только в начале своего пути когда я только отучился на парикмахера и мне сразу стало интересно вот это вот направление и я не скрою что да я хотел сюда попасть ну можно сказать что это вот была может подсознательно моя цель меня чоп-чоп это это мастера мастера все-таки задают атмосферу даже когда я был других чоп-чопах москве и петербурге все зависит от мастеров они создают атмосферу чоп-чоп просто собирает нужных людей и ставит какие-то определенные рамки например чоп-чоп не нужно красить волосы мне это очень нравится чоп-чоп для меня скажем так полтора года назад для меня чем чем был открытием а сейчас наверное стиль жизни чоп-чоп это приятное место где можно делать то что тебе нравится для других сделать приятно себе и человеку сделав ему там свежую стрижку поднять всем самым на настроение ему и себе поговорить это общение плюс это стрижки мы же этим занимаемся хотелось бы дополнить как говорил классик не надо стесняться люди не бойтесь быть красивыми не бойтесь выделяться экспериментировать ладно бля не в низ поймал волну а может этого хватит